Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на виллу Торлония, которая находится на улице Номентано. Прогуливаясь по улице за высокой каменной оградой, можно не заметить спрятавшуюся внутри историческую виллу Рима с замечательным парком. В Риме в последнее время после длительных работ постоянно открывают что-то новое. Сегодня я пришла на виллу Торлония для того, чтобы посетить бункер, который долгое время был на реставрации. В апреле 2024 года после завершения работ открыли бункер Муссолини. В 1925 году вилла Торлония была сдана в аренду Бенита Муссолини за 1 евро в год. Представляете, чисто символическая плата. Здесь была его резиденция вплоть до 1943 года. Он проживал на вилле со своей семьей. Во время его проживания были построены два бункера. Строительство одного бункера осталось незавершенным после увольнения и ареста Муссолини 25 апреля 1943 года. Из великолепных залов Казино Нобили мы сейчас спустимся на глубину 6 метров в темный бункер, в котором будет воспроизводиться воздушный налет с сиренами и вибрациями земли. Спускаясь в бункер, мы как бы перемещаемся во времена Второй мировой войны. Визит начинается с видеоролика, который с помощью фотографий рассказывает о жизни Муссолини и его семьи. Здесь проходили вечеринки, официальные церемонии, теннисные матчи, упражнения по верховой езде. А в следующих комнатах на стенах воспроизводят видео и изображения недавней истории. Они нам рассказывают о взрывах в Риме во время Второй мировой войны, в частности в районе Сан-Лоренцо. Италия вступила в войну 10 июня 1940 года. На площади Венеция Бенитто Муссолини объявил, что он находится на стороне гитлеровской Германии в войне и что война будет короткой. Для повседневной жизни римлянам казалось, что война не затронет жителей города. Папа Пачелли Пий XII, как глава католицизма, в своих речах часто говорил о защите и сохранении от бомбардировок святого города. И это было как гарантия. Римляне получали сведения об ужасных бомбардировках в других итальянских городах и даже не могли предположить, что американцы нанесут удар по Риму. Город нельзя атаковать с воздуха. Это объект всемирного наследия, и американцы тоже это знали. Всем было понятно, что Рим неприкосновенен. Но 19 июля 1943 года в 11 утра Вечный город подвергся бомбардировке. С начала войны и до 19 июля 1943 года, этого трагического дня, ни один самолет не причинил никакого ущерба городу. За три года войны в Риме был зафиксирован всего лишь один пострадавший. Он пострадал от осколка зенитного снаряда. За несколько дней до взрыва американцы предупреждали местных жителей, бросая листовки, где было написано «Держитесь подальше от военных объектов». Но никто не подумал, что объектами были железнодорожные пути, проходившие рядом с домами. 19 июля 1943 года в Риме была первая бомбардировка американских бомбардировщиков. 1500 погибших только в районе Сан-Лоренцо, 11 тысяч раненых, 10 тысяч домов разрушены и непригодны для проживания, 40 тысяч семей остались без жилья. Бомбы падали, как снег в районе Сан-Лоренцо. Монументальное кладбище Верано было разрушено после бомбардировки, и мертвые лежали на поверхности. Их было сотни. На большей части города прекратились поставки газа, электричества и воды. Район Сан-Лоренцо был наиболее разрушен бомбами. Также пострадали район Тибуртина, Принестина, Козелина, Тускулана и Номентана. Район Сан-Лоренцо После бомбардировки Папа Пий XII Пачелли вышел из Ватикана и немедленно поехал в пострадавшие районы к руинам. Папа обращался к народу, раскинув руки как крылья. Он был похож на ангела в очках. Людям нужна была защита и поддержка Папы. Он как мог успокаивал людей. Говорил, что война скоро закончится, мир вернется, и в один из прекрасных дней все наши традиции возродятся. Римляне аплодировали ему и кричали «Мир!». Король Виктор Эммануил II тоже прибыл на место трагедии, но римляне оскорбляли его и забрасывали его машину камнями. И он быстро уехал. В этот же день, 19 июля 1943 года, Муссолини уехал на встречу с Гитлером, прося его организовать оборону Италии. Но Гитлер был занят сражением на Курской дуге и не имел возможности помочь соральнику, а только накричал на Муссолини и угрожающе оскорбил. И именно в этот же момент в 11 утра бомбили Рим. Целью американских бомбардировщиков была железнодорожная станция «Сан-Лоренцо», главным образом военный транспортный узел, но бомбы падали почти повсюду. На протяжении десятилетий скелеты разрушенных зданий оставались там как символ трагических событий 19 июля, пока не прошла первая городская перестройка города, которая зачистила городские раны. 19 июля была первая бомбардировка в Риме, а 26 июля 1943 года Виктор Эммануил II официально уволил Муссолини с поста премьер-министра. Рим был подвергнут бомбардировкам еще 51 раз во многих районах Рима. Последнее вторжение было 3 мая 1944 года в районах Мальяна и Квадраро. Через месяц, 4 июня 1944 года, город был освобожден. Слева на стене написано, сколько раз бомбили Рим и даты первой и последней бомбардировки. Эта инсталляция приводит к размышлению о тех драматических страницах истории, когда Италия вступила в войну по приказу фашистского правительства. Нам дают возможность поразмышлять о взрывах в Риме, о жизни тех людей, которые жили в то время и укрывались в бункере. Посещение бункера обязательно нужно бронировать на сайте. В группу набирает не более 20 человек, и экскурсия длится около часа. Экскурсии проводят на итальянском, английском, французском, испанском и немецком языках. Посетив бункер на вилле Турлоне, резиденции Муссолини в Риме, вы побываете в историческом месте одного из самых мрачных периодов в истории Италии и ее столицы. А сейчас, дорогие друзья, давайте пройдем с вами по казино Нобеле. Именно это здание снимал Муссолини за 1 евро в год. Мы находимся с вами в ванной комнате. Она украшена гротесками на красном фоне и фресками на мифологические сюжеты. Работа художника Пьетро Паулетти. Герб семьи Турлония. Переходим в библиотеку. В библиотеке сохранилось только потолочное украшение с пано Пьетро Паулетти, изображающее Данте, Вергилия и великих поэтов античности. Вергилий был проводник Данте в божественной комедии. Через небольшой портик мы выйдем с вами в самый красивый зал этого дворца. Роскошный бальный зал. Высота бального зала включает в себя два этажа. Свод расписан великолепными фресками. Свод расписан великолепными фресками. Сейчас мы с вами переходим в еще один очень красивый зал. Зал поэтов и художников. На своде этого зала изображено 32 портрета итальянских поэтов и художников. Над сводом зала работал художник Пьетро Паулетти. Портреты вставлены в сложную архитектуру и написаны в готическом стиле. Микеланджело. Франческо Петрарко. Данте Олигьери. Рафаэль Санти. Джулио Романо. Гуидо Ренни. Анибали Карачи. И многие другие портреты итальянских художников и поэтов. Зал очень красивый. Сложной архитектурой и великолепным потолком. А сейчас давайте поднимемся на второй этаж. Этот зал когда-то использовался как столовая. Зал украшен фресками, лепными фризами и мраморными статуями. Фрески на потолке рассказывают нам историю подвигов Александра Македонского. И, конечно же, пол очень красивый. В центре герб семьи Турлония. И, конечно же. Продолжение следует... Продолжение следует... Египетская комната полностью покрыта украшениями, посвященными Древнему Египту. На стенах изображены декоративные панно с историями Клеопатры. Продолжение следует... Первоначально это была спальня Джованни Торлония-младшего, а позже стала спальней Бенито Муссолини. Продолжение следует... И еще один зал хочу показать вам. Это зал Вакха. Зал посвящен Богу Виноделия. Вы только посмотрите, какой великолепный, богатый, нарядный, красочный зал. Дорогие друзья, если вы уже были в Риме и хотите открыть для себя что-то интересное и неизведанное, советую вам обратить внимание на виллу Торлония. Она находится в стороне от главных достопримечательностей и шумного туристического центра. Она находится в стороне от главных достопримечательностей. Пока Муссолини жил в великолепном казино Нобили, последний наследник семьи Торлония построил себе маленький домик. Сегодня его называют домик сов, и он является жемчужиной виллы Торлония. Он похож на сказочный домик, украшенный башнями, лоджиями, верандами и цветными витражами. В украшении этого сказочного домика огромное количество сов. Если вы внимательно всмотритесь, то во многих местах можно разглядеть спрятавшуюся сову. Их просто обожал Джованни Торлония. Это был его талисман. Он увлекался эзотерикой, был задумчивым и всю жизнь прожил один, без жены и детей. Домик совы на вилле Торлония – это настоящий музей витражного искусства. Не пропустите этой красоты. Дорогие друзья, большое спасибо, что досмотрели видео до конца и поставили лайк. Для меня это очень важно. По вопросам экскурсий по Риму пишите мне на электронную почту. Или ищите в соцсетях. С большой радостью покажу вам вечный город. А я на этом буду прощаться с вами и до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok